Эммануэль Унгаро – легендарный французский дом моды с более чем 40-летней историей. В свое время постоянными клиентами Унгаро были Жаклин Кеннеди и Катрин Денёк. В 2001 году из дома ушел его создатель Эммануэль Унгаро. С тех пор дела там идут хуже некуда. Ни один из дизайнеров не задерживается в доме дольше трех лет. А последним человеком, внесшим в свою лепту в развал Унгаро, стала голливудская скандалистка Лин Силуан, целый сезон пробывшая главным дизайнером. После такого провала спасти дом может только чудо. И это чудо – британец Джайлз Диккер. Джайлз, почему вы выбрали именно это место для показа? Я бывал здесь раньше и решил, что это место идеально подходит под наши шоу. Что-то очень светлое и неожиданное. По-моему, получилось хорошо. Мы заказали все эти цветы, потому что мне хотелось, чтобы гости, заходя, улыбались и ощущали радость жизни. Сложно ли вам далась первая коллекция для Унгаро? Нет, было здорово. У меня отменная команда. Нам, конечно, пришлось хорошенько поработать, но я люблю трудности. Джайлз Диккан – модный британский дизайнер. Везде, где он не появляется, ему сопутствует самый влиятельный в мире стилист – Кэти Грант. Это именно она приводит в порядок коллекции дома Луи Вуй Тон и получает дневной гонорар в 4000 долларов. Хотелось бы верить, что этот тандем стилиста Кэти Грант и дизайнера Джайлза Диккана вернет Унгаро былую славу. Но что же по этому поводу думают строгие критики? Джессика, как вам коллекция Джайлза для дома Унгаро? Очень сложно сказать во время превью, вещи мне понравились намного больше, но здесь, в данной обстановке, было очень сложно понять, что Джайлз пытается нам сказать. Хотя он и прекрасный дизайнер, но, по-моему, эта презентация не раскрывает его таланты с нужной стороны. То есть, вам еще нужно время, чтобы осмыслить эту коллекцию? Однозначно. Чтобы понять, подходит ли Джайлз для дома Унгаро, нам нужно еще несколько сезонов. В последние годы, когда у дома так часто менялись дизайнеры, концепция Унгаро сильно размылась, и эта презентация ситуацию не улучшает. Такой вердикт после стольких трудов. Джайлз теперь должен не на шутку постараться, чтобы вернуть себе былое расположение модных судей. Неужели Унгаро никогда не вернуть себе былую славу? Время покажет, а мы пока расспросим про кастинг и декорации. Сколько цветов было на показе? Больше 50 тысяч. Как раз на этой цифре мы запнулись и перестали считать. Выбором моделей Джайлз стремился доказать, что Унгаро доступен всем, как молодым, так и зрелым женщинам. Так что Анна Деларусо в показе приняла участие не случайно. Представляете, сегодня я модель. Можете в это поверить? Со своей чутье. Но мне нравится концепция показа, потому что речь идет о женщине, а не просто о модели. Редактор субтитров А.Семкин